Здарова народ, на канале Плаза Псков И у меня к вам сразу сходу один вопрос Многие мои знакомые говорят, что у меня на столе беспорядок Я называю это Антура Напишите в комментариях, стоит ли мне прибраться на столе или нет А мы начинаем Итак, на этот видеоролик меня сподвиг Илья Написал мне вконтактике Фамилию называть не буду Прям проблема-проблема Не он один с этим сталкивается Вы заказали все для коптера Всю комплектуху Вам все пришло, вы все собрали Но вы кое-что забыли Многие забывают Аккумулятор Ребята, вы забыли сделать все, сборка остановилась У вас нет аккумулятора, вы как будете тестить? Вы что? И вы начинаете судорожно бегать по городу А достать его негде Ну если вы не в Питере, не в Москве, конечно же На хоббитах магазинов не так много Ценник задран Что делать, что делать? Как же нам собрать, пока едет аккумулятор и хоть как-то протестить? Многие предлагают юзать какие-то модули с Алиэкспресса непонятные Они да, вам помогут, но они не выдают больших токов Я же вам предлагаю не покупать ничего И я вам расскажу, где вам взять правильное напряжение и правильные токи Прям у вас дома, а вы и не знали, а они есть Для этого видео нам понадобится Тестер Он же мультиметр, он же вольтметр И речь пойдет о том, какие же напряжения можно вытащить из штатного блока питания компьютера Вот, вот та тема, где пересекаются компьютерная и квадрокоптерная тема Если вы, как и большинство, скажете А чё тут непонятного? 5 вольт и 12 Садись 2 Я бы, конечно, взял блок питания, поставил бы его сюда А бы подключил бы, запустил бы А я лентяй, поэтому я предлагаю вам всем прогуляться ко мне под стол Поехали! И вот мы у меня под столом Самая откровенная реклама Zalman, которая только может быть И если компания Zalman хочет больше видеороликов с их блоками питания, кстати, и кулерами То неплохо бы оказать какую-нибудь спонсорскую поддержку Сейчас не об этом Итак, вот мы у меня под столом И как вы можете видеть, блок питания у меня используется не только по назначению Также я заряжаю здесь еще и лепохи Но давайте к делу Понимаете, да, что вот этот проводочек может быть по большому счету любого размера Хоть в соседнюю комнату его отведите И присобачите скотчем к тому рабочему месту, где вы творите всякое квадрокоптерное зло Отключаем Это обыкновенный мулекс Тут же есть и саташные вещи Но по большому счету это не важно Важно то, что я смог рожиться вот такой вот ответной частью Честно, уже даже не помню, где я ее достал Просто по техотделам можно походить, поспрашивать дохлые блоки питания и потырить от них проводков вот таких Я думаю, вам не откажу Но вот эта вещь, купленная в радиодеталях Можно вырвать из вашего дорогого ноутбука, из блока питания и перепаять ноутбук Конечно, станет от этого нерабочим Заряжать вам его будет труднее Зато вы можете запитывать iMax от блока питания Показываю суть Обыкновенный мультиметр и одна фишечка Фишечка, мулекс, пойдемте пощупаем щупами вот эту штуку Пододвину вас поближе Не знаю, мультиметр вы, наверное, и не увидите Но я постараюсь Одна вот эта фишка объединяет в себе 12-ти вольтовую линию питания и 5-ти вольтовую линию питания Так вот, на одном проводе может болтаться несколько таких фишек Так вот, один провод будем называть в дальнейшем линия Вот у нас есть одна линия питания Здесь есть различные проводки, черные, желтые, ух, многообразие Кто не умеет пользоваться тестером Если на экране вы видите отрицательное число Минус 5 вольт, например Значит, вы накосячили со щупами Значит, плюс и минус вы уже перепутали Таким образом, легко можете определить плюс и минус Как же тяжело на карачках крайне полезные видео снимать Подключаем щупы И куда мы попали? Мы попали в 5-ти вольтовую линию питания Как раз таки 5 вольт, ребята, это то, что вам необходимо Чтобы проверять ваши платы В FPV-камерах Чтобы запитывать полетный контроллер Все здесь 5 вольт, очень нужная линия Пользуйтесь На двух контактах она висит Определить можете при помощи тестера И видно, плюс-минус я не перепутал Потому что число положительное Понеслась дальше Берем соседние две дырочки Здесь-то я плюс-минус точно перепутаю Видно, да, куда подключился? В мулексе Видите, со знаком минус Плюс и минус я накосячил То есть таким образом можете определять Где плюс, где минус Хотя цвета проводов вам все скажут И без этого Мы получаем 12 вольт Для чего это надо вам, ребята? 12 вольт Это 3S аккумулятор И если вам надо что-то затестить И вы не заказали себе 3S аккумулятор Вот вам еще не приехал А все есть И уже хочется что-то собрать Вот прям вообще безумно То вот ваш 3S аккумулятор Вот откуда его можно достать Вообще без проблем Мы все это знали Без тебя, да Многие ребята как бы это знают Но вот чего многие не знали Как вы думаете Что покажет тестер Если мы воткнем Мулекс вот таким образом Один контакт возьмем От 5 вольтовой линии А второй от 12 Мы получаем 7 вольт Что такое 7 вольт? Это напряжение двухбаночного аккумулятора То бишь 2S Итак, что мы поняли? Мы запросто можем тестировать Полетные контроллеры ПДБхи FPV камеры Некоторые передатчики работают на 5 вольтах Используя 5 вольтовую линию Мы можем запускать наши сборки Квадрокоптеры На 3S Используя 12 вольтовую линию И мы можем тестить всякие FPV шлемы Например, недавно мы делали ремонт батарейки FPV шлема как раз Мы можем запитывать аппаратуры Хотя не знаю, зачем это надо Маленькие коптеры Которые требуют двухбаночного аккумулятора Для тестов, для сборок и так далее 130-е и всякие размеры 5 вольтовая линия питания У нас здесь есть 12 вольтовая линия питания Соответствует 3S аккумуляторам И у нас есть 7,5 вольтовая линия питания Которая соответствует двухбаночному аккумулятору Ваш блок питания способен чуть-чуть на большее Чем вы можете себе представить Итак, как вы уже поняли Из блока питания можно достать Одну банку, две банки, три банки Что делать с четырьмя банками, господа? Посмотреть, что такое последовательное и параллельное соединение И соединить два мулекса последовательно Если вы возьмете два двухбаночных И соедините последовательно, вы получите 4 банки Если вы возьмете трехбаночные То есть 12 вольт и крайние контакты вытащите И соедините последовательно, только правильно то вы получите 5 банок. Если вы соедините последовательно две разные, я подчеркну, две разные 12-вольтовые линии, последовательно вы получите 6С аккумуляторов. Всё, тестите сколько вам угодно вообще. Вот это линия питания. И на этой линии питания есть два мулекса. Это нормально. И они соединены параллельно здесь. Так вот, если вы, прогуливающий физику в восьмом классе, решите взять вот эти два источника питания, два мулекса, которые находятся на одной линии питания, мать её, и попытаетесь соединить их последовательно вот здесь, дабы получить то, о чём я только что говорил. Каска, каска! Так что мало не покажется. Поэтому, соединяя последовательно, найдите ещё на вашем блоке питания такую линию. И последовательно собирайте из разных линий питания. Если вы попытаетесь последовательно соединить уже запараллеленные провода, блин... Ну, в этой ситуации мы просто наши, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, всё. Допустим, у вас есть старый блок питания, и вы не хотите торкать в рабочий компьютер что-то, потому что, пф, вам страшно. Это нормальное чувство, я вас понимаю. Вот фишка, которая идёт в материнскую плату, подключается от блока питания. В интернете, навалом информации, здесь есть всего один зелёный провод, и рядом с ним стоит чёрный провод. Блок питания запускается замыканием зелёного и чёрного провода, стоят они рядом. Берёте обычную скрепку, вставляете перемычку на чёрный и зелёный провод, сзади на блоке питания нажимаете кнопочку, и он заводит кулер. Если кулер не заводится, выключаете кнопочку, вы накосячили, либо блок питания не работает. Зелёный провод здесь один, по идее, его можно соединить с любым чёрным, но это не точно. Зелёный и чёрный стоят рядом, перемыкиваете, и ваш блок питания заведётся. И вы точно так же получите такую же нагрузку. Но! Есть ещё одно но, господа. Вы запускаете коптер, жарите на максимум, и вдруг у вас вся система тухнет. Это нормально. Если вы выдаёте бешеную нагрузку на 12 вольт, ваш блок питания уйдёт в защиту. Решается это элементарно. На любую 5-вольтовую, на 5-вольтовую линию вам нужно подать какую-то нагрузку. Любую. И он не будет уходить в защиту. 3-х ватт будет достаточно. Берёте лампочку накаливания 5-вольтовую. Берёте сопротивление, я не знаю, в конце концов. Правильно подберите только его. Не надо жарить сопротивление пальчиками. Блок питания не будет уходить в защиту, если на 5-вольтовую линию повесить что-то, какую-то нагрузку. И если вы думаете, что это всё, что вы можете придумать с этим блоком питания, сообразив вот такой проводочек для Аймакса, который может быть повторюсь любой длины, и дотягиваться до вашего рабочего места, где вы работаете, собираете копки, разряжаете аккумуляторы, то вы ошибаетесь. Тут я смог, смотрите, найти ответную часть для мулекса и сделать всё вообще цивильно. Если ответной части нету, то колхозьте. Не знаю как. Знаю, но не буду вас с плохого учить. С ответной частью всегда удобнее. И от старого блока питания я вытащил ещё и вот эту штуку. Стандартный мулекс. Можно сделать нефиговую длинить. А можно на этой основе примутить ещё более крутую фишку. Один поход в радиодетали, и я купил вот такую фиговинку. Стоит какие-то копейки. Она мне позволяет запитывать Аймакс, используя тот же самый проводочек от блока питания. Один. Не надо много. Не надо соображать лишнего ничего. Не надо иметь пачку проводов. Просто кастомный проводочек, который кастомизируется и превращается в зарядку для Аймакса. В автомобиле. Потому что мы знаем, что в прикуривателе 12 вольт для Аймакса это самое приятное напряжение. Если я что-то упустил, обязательно пишите мне об этом в комментариях. Если у вас есть друзья, которые забыли себе купить блок питания. Если у вас есть друзья, которые забыли себе купить аккумуляторы. Кидайте им это видео. И всё у них будет хорошо. Если вы накосячите и у вас откуда-то там пойдёт дым. Не забывайте, что по четвергам, каждый четверг, каждую неделю, мы пытаемся устранить всякие такие косяки. И ремонтируем ноутбуки, компьютеры, мониторы и любую бытовую технику мы ремонтируем, кроме стиральных машинок и холодильников. Мы ремонтируем по четвергам. Каждый четверг у нас выходит клёвое видео по ремонту вашей компьютерной техники. В общем-то я всё сказал, что хотел. Вот теперь точно пока. Субтитры сделал DimaTorzok